В Москву на съемки программы «Жди меня» выехал Оник Арзуманян. Имя 15-летнего парня из Книжпогодского района дважды звучало в эфире федеральной телевизионной программы. В первый раз, когда летом парень пропал из приемной семьи, во второй месяц назад, когда односельчане снова заявили, что до сих пор ищут мальчика. Только со второго раза авторы программы получили весточку о местонахождении юноши. Оказалось, он уже несколько месяцев обучается в Старожевском филиале Сыктывкарского автомеханического техникума. Но самое интересное, что Оника разыскивала и родная тетя. Именно с ней юноша встретится в Москве. Репортаж Любови Лапиной. О том, почему сбежал из приемной семьи, Оник хоть и рассказывает, но явно без особого желания. Видно, воспоминания даются ему тяжело. Говорит, с новыми родителями было все хорошо, впрочем, недолго. Всего три месяца. Прошло около трех месяцев. Стали все хуже и хуже относиться, все хуже себя чувствовать там стал. Доверять было некому, если что-то хотел рассказать. С родителями толком даже не общался, потому что не хотелось. Да и с родными родителями тоже эти приемные родители не давали общаться. Я старался как-то через друзей наладить контакт с родными родителями, но приемные родители после того, как узнали об этом, стали очень плохо относиться ко мне, потому что думали, что я хочу к ним. Свой побег, рассказывает Оник, он планировал полгода. В итоге летом 2012 года, сразу после получения аттестата об окончании девятого класса, он собрал вещи и ушел. Я просто понял, что в смысле жаловаться кому-то или отправлять документы на отказ от попечительства родителей, было бесполезно, потому что я один раз уже пробовал, но безрезультатно все было. Он пропал в конце июня. Нашли его в августе, за 200 километров от подтыпка, где он жил с приемными родителями. Почему именно в Усть-Куломский район отправился Оник, он и сам толком не может объяснить. Только говорит, что путь был сложным. Пешком, на попутке, без денег, ночую под открытым небом. Он планировал скитаться до своего совершеннолетия, но в итоге понял, что он не сможет. Тогда и сдался полицейским. Местная опека стала разбираться, от приемных родителей его забрали, определили в техникум и интернат при нем. Тогда парень был согласен на все, только без опекунов. Оник мечтал встретиться с родными. Сначала он был в детском доме с 11 лет. В опекунской семье у нас по ТЭПке он был примерно 4 года. Конечно, естественно, мальчик уже в возрасте, 15 лет, ему, конечно, хочется, очень хочется повидаться с родными. Директор Сторожевской школы Ангелина Захаренко признается, она первым же делом постаралась разузнать о родной семье юноши. Впрочем, хороших новостей из Кнешпогорского Витью Онику она так и не смогла сообщить. Пьющих родителей восстановить в правах оказалось невозможно. Но тем не менее, именно ей довелось принести парню другую хорошую весточку. И вдруг вечером включила телевизор на кухне и смотрю, жди меня передачу. И как раз, вот я говорю, Бог рядом со мной всегда, рядом с такими детьми. И вспоминаю про моего Оника. И думаю, Господи, кому горло подкатило. Женщина с трудом дождалась окончания программы и кинулась звонить по указанным номерам. На том конце найденному пареньку не просто обрадовались, сообщили. Параллельно его разыскивает родная тетя. И в тот вечер, когда я услышала, как раз у Оника 39,8 температура, он заболел в общежитии. И когда я услышала, что они помогут, быстренько набирая номер 9455, Оник, наверное, мой звонок, моя информация, то, о чем я тебе скажу, температуру не таблетками надо сбивать, а вот такой положительной информацией. Он говорит, что-то вы нашли, что-то вы узнали. Я говорю, да, Оник, тебя ищут. Надо было услышать его голос. Наутро температура спала, Оник быстро пошел на поправку. Мы встретились с ним накануне его отъезда в Москву. Он как раз закупался продуктами в дорогу. Нас сопровождал его социальный педагог. Она призналась, его глаза впервые за долгое время сияют. Я понял просто, что я не один, что я тоже кому-то нужен, что тоже кто-то хочет со мной встретиться. Любовь Лапина, Игорь Данилов, телеканал Юрген, Карткировский район.